В последний раз мы с Димой разлучались, когда я летала на месяц на Шри-Ланку. И Дима сказал, что мы больше не будем разлучаться. Да, просто жизнь поделилась на до и после. Да, Костинка? Молодец. Хорошая девочка. Все хорошо будет. Поедете там, отсидитесь, а я потом к вам приеду. Или вы вернетесь. Будем арбузы покупать, да? Папа, мама. Я просто хочу там вместе быть. Все, Кристина наплакалась, собирает вещи. Все нормально будет, не переживай. Еда твоя, да? Я обнял? Капа, не облизывай, Валер. Пойдем, я тебе банан дам. Пойдем, моя дочка. Давай ручку. Давай ручку. Смотри, что здесь есть. Ручки, моя одежда. Да, я Кристине рюкзак даю, говорю, потому что с чемоданом и с камелией. Ну, она еще с мамой своей поедет, чтобы она помогала, но все равно. Лучше, чтобы было как на спину одеть, в случае чего. Вот этот розовый не брать рюкзак, да? Не, не, конечно. Твой, Хардон. Хардон, подарок от Кристинки. Буду голом. Последний раз мы с Димой разлучались, когда я летала на месяц на Шри-Ланку. И Дима сказал, что мы больше не будем разлучаться. И Дима, я летаю по-частью. Ну, с тобой поехать я не могу. И тут вам оставаться тоже опасно. Я тебе не капочка маленькая. Я бы никуда не уехала. Ты пса бы ее берешь, Кавочкина? Нет. Не беру для него. Местных, к сожалению, денег нет. Я ей, наверное, енота возьму точно. Она ему очень любит. Да, она с этим енотом постоянно везде ходит, да, Кавочка? Это енот твой? Как ты енотика любишь, покажи. Как ты любишь енота? Вот так ты енота любишь, молодец. Твои носочки я тебе брала. Как ты думаешь, ты сам домой уедешь? Так, короче, завтра Кристина попробует уехать. То сегодня такси уже не вызывается, не приезжает. Я уже не успею их отвезти, потому что комендантский час. Это, чтобы вы понимали, если я буду ехать по дороге, машину могут просто расстрелять. И все, как бы не хотелось никакого. Короче, поэтому завтра едем. Прикол в том, что завтра у нас один поезд от нас идет. Поезда, кстати, сейчас бесплатные и без мест. То есть ты заходишь и сидя едешь. Там около 18 часов нужно ехать. Ну, может быть, Кристине, Камеле и как-то выделят место отдельно там или на верхней полке. Чтобы они могли добраться. Короче, братва, очень, знаете, да, я так всегда веселое видео стараюсь снимать. Но сейчас я, видите, я подавлен. Я не понимаю, как безопасно это все сделать, как лучше быть и так далее. Тут у нас обычно просто поехать на вокзал отвезти, и ты не можешь, потому что комендантский час, это опасно. Плюс там постоянно давка, драки в этих поездах. И на маршрутке опасно через всю страну ехать. Ты так прощаешься и все равно ловишься на мысли, что можешь больше никогда со своим ребенком не увидеться. Это очень страшно. Кристина, все собралась? Да. Показывай. Хоп. Чемодан больше, чем мой. Чемодан. Рюкзак больше, чем Кристина. А это чемоданчик у тебя? Да. Камочки. Камочки на игрушке. И книжку, да, ты возьмешь с собой? И енота. А потом вернетесь, будем, Камка, будешь учиться ездить на мотоцикле, на машинке, на велике. Чего, будет хорошо. Да. Ну так, если завтра не уезжаем, то вообще никуда не уезжаем. Да, решили завтра ехать, не знаю, сказал я или нет. Потому что сегодня, ну, физически не успеваем. Будем доверяться судьбе, так сказать. Вот что-то нас не пустило. Я же в первый день, когда война началась, в первый же день мы выехали ехать. И у меня на выезде в город, с города, хотя машина у меня была и заправлена, и все подготовлено, и масло поменено, все сделано. Но почему-то сломалась мотачка, и что-то нас не пустило. Поэтому сегодня тоже как бы опасно ехать. Завтра один поезд, если Кристина не уезжает, то Кристина уезжает. Если нет, то ну, предпримем какие-то еще попытки. Ну, в общем, не будем с кожи вон лезть. Но очень страшно. Ждем переговоры. Да, еще сейчас переговоры прошли сегодня. Ждем еще переговоры, что там скажут и так далее. В общем, вот такие вот у нас будни, друзья. Раньше я вот, сегодня мы идем гулять, сегодня едем туда-то, сегодня делаем то. Сегодня катаемся на мотоциклах. Кто там кричит? Сегодня катаемся на беймиксах и так далее. Сегодня строим на даче трамплины. Сегодня моя дочь и моя жена гражданская уезжают в другую страну из-за того, что нас в любой момент могут начать бомбить. И убивать. Ночью, кстати, воздушная тревога была, поэтому мы прятались вот здесь вот в коридоре. У нас, ну, это самое безопасное место в квартире. Еще в ванной можно. Ну, тут места как бы немного для всех нас. В общем, сейчас прощаемся с Кристиной. Через пять минут уже все, выходим. Везу их на вокзал. Непонятно, когда мы встретимся в следующий раз. Кристина спросила, он говорит, как ты думаешь, где встретимся? У меня мысли такие. Я думаю, что приеду я к ним, когда все это закончится. И мы, как мы когда-то хотели, мечтали, проедемся по Европе на машине. Да? Заедем в Германию, где я работал. Потом поедем в Амстердам, в Париж, в Барселону. Устроим путешествие небольшое. А ты, короче, твоя задача пока Камку, это, отучить от сиськи. Что такое? Вот, бегает, бегает. Маленькая моя, иди ко мне. Шоколадку кушала, да? Да. Гречка? Кама гречку любит очень сильно. Ням-ням. Ням-ням. Да, и поедем с тобой в путешествие, да, Кристинка, как мы хотели? Обязательно. Может, даже вдвоем. И приедем, погуляем с Камой, чтобы я за ней очень сильно соскучусь. А потом сядем и поедем на машине. Будем жить в тачке и путешествовать. Я как раз, может, машину свою к этому времени починю. Да, надеюсь, все будет хорошо. Обязательно. Я очень переживаю. Ничего, ничего. Все будет хорошо. Мама. Что, доча? Мама. Мама и папа, да? А где папочка? Вот. Мама и папа. Мама. Будешь скучать за папой? Да. Да? Я же тебе буду скучать. Что тебе дать камеру? Что, поехали? Да, надо выходить. Уже надо выдвигаться. Ой, ладно, друзья. Все. Буду, короче, вести их. Так что, теперь видосики будут чисто от меня одного. Хотя, слушай. Может, будешь снимать, рассказывать, как там у тебя дела? Давай, задачи тебе каждый день и отправлять мне. Где ты поселишься? Что там, как? На телефон просто снимай и мне высылай. Если у нас будет интернет, интернет тоже может в любой момент отключить. Связь. Но, но, пока, пока все это есть, буду, буду держать вас в курсе. Продолжение следует.